Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги, мы с вами снова на канале психфарм.тв, который всегда на вашей стороне, благодаря эмблемам, нашим девизам, а также психфармачу, отвечаем на ваши вопросы, которые сегодня касаются антидепрессантов и гиролептиков. Ну и сразу первый вопрос. Получается, мне врач удачно этот препарат Ракона выписал. Интересно, а почему сейчас так распространилась социофобия? Ну, про Ракона это не вопрос, на это я не отвечаю. А вот почему сейчас так распространилась социофобия, я вам могу рассказать, тем более, что ролики у нас по этому поводу есть, вот зря не смотрите. На самом деле распространилась не социофобия. Социофобия это расстройство, которое проявляется тем, что человек, например, не может есть на людях, не может выступать на людях. При этом чего он боится? Он боится покраснеть, он боится, что он упустит мочу, он боится, что он может обкакаться, он боится, что он может спотеть, и это будет заметно окружать. Вот этого он боится. Сейчас, конечно, мало кто этого боится, а просто они не хотят общаться с людьми. Ну, потому что им плохо, потому что они находятся в состоянии стресса. И вот это почему-то называется социофобия. Когда человек не хочет общаться, это вовсе не является социофобией. Так что не надо, пожалуйста, это называть социофобией. Просто неверно называют свои симптомы, приписывают социофобии, когда это совершенно другое психическое расстройство. Следующий вопрос. Уважаемый доктор, скажите, если лечить тревожное расстройство с помощью антидепрессантов, но не использовать лечение психотерапии, будет ли из лечения хотя бы длительная ремиссия без медикаментов или психотерапия важнее? Смотрите, это очень и очень важно, если бы вы посмотрели наши ролики. Вот у меня есть ролик про то, как действуют селективные ингибиторы обратного захвата серотонина при тревожных расстройствах. Он один из недавних. Лечение тревоги. Есть такой плейлист, там всё это сказано. Дело в том, что тревожные расстройства разные. Вот, например, паническое расстройство. Оно может проходить только с помощью, как только. И на фоне приёма антидепрессантов. То есть, очень часто психотерапия здесь бывает не нужна. Ну, просто характер расстройства такой. Ну, бывает генерализованное тревожное расстройство. То есть, паническое расстройство, это острая тревога. Как правило, лечится очень хорошо антидепрессантами. Можно не прибегать к психотерапии. А вот, например, генерализованное тревожное расстройство, хроническая тревога, вот там одних антидепрессантов очень часто бывает мало. Это не значит, что не проходит. Тоже проходит, тоже дает, как врачи говорят, ремиссию, то есть симптомы исчезают. Но очень часто требуется психотерапия. Так что это все зависит от того, какое расстройство, правильно ли использовали, например, антидепрессанты. Иногда антидепрессанты используют неправильно, потому что нужно ждать определенное время, когда антидепрессанты начнут действовать. А многие люди этого не ждут, они думают, что должны подействовать антидепрессанты на второй, на третий день, такого быть не может. То здесь есть целый ряд сложностей. Но говорить о том, что где-то важнее психофармакотерапия, то есть лечение антидепрессантов, где-то важнее психотерапия, так, в общем, говорить нельзя. То есть это все зависит от конкретного расстройства. Следующий вопрос. Михалыч, здравствуйте. Посмотрел ролик, возник вопрос. А как же тогда спать без нейролептика, если при тревоге мертозапина, как основного препарата, не хватает для сна, все остальное, типа транквилизатора, под запретом? Во-первых, я вам честно хочу сказать, транквилизаторы не под запретом. Они просто выписываются на номерных рецептах. А номерные рецепты, это, как вы понимаете, вещь довольно сложная. Его нужно достаточно длительное время выписывать. Поэтому, что бы я в этом плане вам бы мог подсказать? Я вам хотел бы подсказать, чтобы вы обязательно, перед тем, как принимать неизвестно какие препараты, вы бы просто думали. Вот вы пишете, что вы принимаете при тревоге мертозапин. А зачем принимать при тревоге мертозапин? Мертозапин является слабым противотревожным препаратом. Он хороший с надворда, он слабый антидепрессант. И при тревоге он, в общем-то, не обладает никакими преимуществами. У него даже нет показаний к лечению тревожного расстройства. Очень часто у тревожных людей с тревожными расстройствами нарушение сна связано с основным расстройством, с тревогой. Значит, нужно прежде всего лечить тревожное расстройство. А как тревожное расстройство лечится? Селективными ингибиторами обратного захвата серотанина. Так что, если бы вместо мертозапина был бы назначен селективный ингибитор обратного захвата серотанина, глядишь, через некоторое время вам никакие нейролептики вообще бы не понадобились, потому что вы бы уже спокойно могли спать, потому что у вас, например, прошла бы тревога. Так что здесь, на самом деле, это вам кажется в вашей голове, что выхода нет. На самом деле, если ты знаешь, как формируется расстройство, из-за чего возникает бессонница, выход всегда найдется. Но, как вы понимаете, у качественного специалиста. Следующий вопрос. Здравствуйте. Не нашла у вас видео про длительную терапию СИАЗС. Если человек принимает, например, от панического расстройства, генерализованного тревожного расстройства, 3-5 лет СИАЗС, и препарат перестает работать, возвращается тревога, панические атаки. Имеет ли смысл переходить на другой СИАЗС? Что делать при истощении серотониновых нейронов, когда их активность опять снижается? Что об этом говорит наука? Ну, наука об этом говорит следующее, что при лечении панического расстройства, которое и так само по себе склонно к ремиссиям, то есть к тому, что симптоматика проходит, лечить 3-5 лет селективным битрами обратного захвата СИАЗС, то есть серотонинами и антидепрессантами, не стоит. Значит, наверное, здесь имеется в виду вот какая ситуация. Человек лечил паническое расстройство СИАЗС, они ему помогали, и он очень боялся, что эти расстройства могут вернуться, если он отменит препарат. И вот он начинает этот препарат, он уже к нему привык, он превратился в костыль, образ жизни. Что в этой ситуации надо делать? В этой ситуации надо не переходить на другой СИАЗС, а в этой ситуации надо подключать психотерапию и снимать такого человека, селективный гибитор обратного захвата сердца. Генерализованное тревожное расстройство – это хроническая тревога. Вот здесь часто приходится несколько лет подряд назначать СИАЗС. И действительно, бывает такая ситуация, что СИАЗС перестает действовать. В этой ситуации можно переходить на другой СИАЗС, и опять же возникает потребность психотерапии, потому что очень часто хроническая тревога лечится плохо, и, соответственно, она более резистентна к терапии, чем паническое расстройство, чем острая тревога. Здесь нужно, конечно, присоединять к психотерапии. Так что, на самом деле, здесь очень и очень много разных моментов, которые надо учитывать. Следующий вопрос. Мою маму от тревожного расстройства лечили анзопином, тошноту, долечились до того, что начался лекарственный перкинсалин. Что теперь с этим делать? Первое. Обычно лекарственный паркинсонизм обходится довольно быстро, после прекращения анзопин. Нельзя лечить никакое там тревожное расстройство, но и тошноту. Тошнота не является тревожным расстройством. Тоже нельзя лечить анзопином. Значит, тут неясно, чем занимались, и зачем назначали анзопин. Анзопин нейролептик. Действительно, подавляет активность дофаминовых нейронов. Действительно, бывает осложнение лекарственного паркинсонизма. Но, что в этой ситуации на самом деле может быть? Если нейролептик отменен, то как лекарственный паркинсонизм должен обходиться? Если он не обходится, надо идти к неврологу. Надо советоваться с неврологом, потому что, может быть, просто началась болезнь паркинсона. В общем, надо это дело обсуждать с неврологом прежде всего. Следующий вопрос. Док. Флоксамин ингибирует не только мелатонин, а также многие лекарственные средства. И в этом с ним проблема. Вот это давние, вот я работаю с флоксамином много-много лет. Поверьте, лет 20. Я вам хочу сказать. Вот это старая страшилка, которая была придумана медицинскими представителями, фармацевтическими компаниями, которые работали против флоксамина. Действительно много лекарственных взаимодействий. Беда только в том, что эти лекарственные взаимодействия обычно не должны использоваться. Ну вот, например, флоксамин может увеличивать концентрацию в крае. Что там делают? Почему он так работает? Есть у нас в печени белки. Вот эти белки занимаются переработкой различных лекарств. А флоксамин просто их может заблокировать. Ну и в результате концентрации какого-нибудь препарата, например, трициклических антидепрессантов, может увеличиться. Тут только возникает вопрос. А зачем флоксамин назначать вместе с трициклическими антидепрессантами? Это абсолютно бессмысленно с точки зрения вообще усиления каких-либо свойств. Как при тревоге, так и при депрессии мы обязательно об этом снимем ролик. Так что, пожалуйста, смотрите. Будем снимать ролики дальше. Ну, например, флоксамин может увеличить концентрацию в крови аланзопина. Ну и что вот тогда будет? Я вот не знаю, кому от этого плохо. Предположим, человек принимает 5 миллиграммов аланзопина и платит, как за 5 миллиграммов аланзопина. А флоксамин делает из этих 5 миллиграммов аланзопина 10 миллиграммов аланзопина. Кому от этого, собственно говоря, будет хуже? Я, честно говоря, не знаю. То есть, если вы знаете, как происходит взаимодействие, то вы не то что... Оно плохое. Вы это можете просто использовать в каких-то своих целях. Как бы то ни было, обязательно серию роликов про эти взаимодействия с разоблачением вот этих абсолютно дурацких страшилок мы обязательно сделаем. Потому что, ещё раз говорю, по большей части, 90% этих взаимодействий, они вообще, по идее, в клинике встречаться не должны. Другое дело, конечно, в нашей стране, когда у нас по 5-6 препаратов назначают. Но это, извините меня, не флоксамин виноват. Это, извините меня, виноваты врачи, которые назначают по 5, по 6, по 10 препаратов. Следующий вопрос. Почему я не использую нейролептики при лечении тревожных расстройств? Мне алимимазин назначили... Это мой ролик был, я прочитал название ролика. А вопрос вот по этому ролику. Мне алимимазин, тараледжан, назначили для сна. Никак не чувствуется, никаких побочек. Может, и не так страшен чёрт? И, конечно, не так страшен чёрт. У меня был ролик про нейролептики, про то, что их не используют, я не использую при лечении тревожных расстройств. Тараледжан не является нейролептиком. У меня есть об этом ролик. Да, в нашей стране его зачем-то называют нейролептиком. Но если вы перейдёте во Францию и возьмёте, скажем, французский Видаль, справочник во Франции, то вы увидите, что это является антигистаминовым на самом деле препаратом, который там рассматривается в качестве снотворного. И никакого отношения к нейролептикам во Франции он не имеет. И так было уже очень много десятков лет. Что там говорить, он используется ещё и как антигистаминовое средство. Просто даже ещё и у детей. Так что, что я вам хочу сказать? Ну, конечно, если это не нейролептик, его назначили для сна, то никаких побочек, действительно, не так страшен. Чёрт, я-то речь ввёл про нейролептики. Так что, имейте, пожалуйста, в виду, что вы можете просто ошибаться по отношению к происхождению препарата. Следующий вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь нейролептик, который можно принимать при беременности? У меня шизоаффективное расстройство, принимаю сердолект. Ну, у нас есть про сердолект ролик. Чем плохо сердолект, увеличивает интервал КУТЭ. То есть, возникает риск жизнеопасных, развития жизнеопасных аритмий. Именно поэтому сердолект не используется в качестве препарата выбора при лечении шизофренией, или, там, тем более, шизоаффективного расстройства. Он обычно является препаратом второго выбора. То есть, сначала надо попробовать другие препараты, доказать, что они неэффективны, и только потом переходить на сердолект. У нас так не делается. У нас, если препарат дорогой, типа сердолекта, то его любят назначать людям, которые могут, скажем, за это, там, предположим, заплатить, ну, и пошла писать губерния. Так что вот назначили сердолект. Теперь, что касается беременности. Вот очень важно, чтобы вы поняли. Любой нейролептик можно принимать при беременности с разрешения лечащего врача. Почему я так твёрдо заявляю? Вы, конечно, посмотрите и увидите, что сердолек противопоказан при беременности, потому что не было исследований, как он действует при беременности, насколько он тератогенен, то есть, насколько он опасен для плода. На самом деле здесь решаются абсолютно другие вопросы. Вот когда, поймите вы это, наконец, когда врач, ну, нормальный, конечно, психически здоровый врач, назначает какой-нибудь препарат, он всегда взвешивает. Больше пользы принесёт препарат или больше вреда. Я сейчас не про сердолект, а вообще про какой-нибудь нейролептик. Вот, например, скажем, беременная женщина находится в состоянии психоза. Она опасна для себя, она опасна для окружающих, она опасна для ребёнка, который находится в её утробе. Если она что-нибудь с собой сделает, не дай бог, ребёнок погибнет, погибнет мать. Если она там на кого-нибудь, тоже, не дай бог, в качестве агрессивных, кто-то ещё может пострадать. Конечно, в этой ситуации можно, на самом деле, и все это знают, применять любой нейролептик, который снимет это психомоторное возбуждение, который снимет психоз, снимет бред и галлюцинации. Так что, на самом деле, ещё раз говорю, можно при шизофрении, при шизоаффективном расстройстве использовать любые нейролептики, даже противопоказанные. Потому что решается вопрос о том, что важнее, вот зачем нужно следить. Конечно, если, например, у человека ремиссия, у него уже там давно не было никаких обострений, там возникла беременность, то вообще здесь возникает вопрос, а нужен ли, собственно говоря, препарат? Наверное, его можно, например, и попробовать отменить. Дело в том, что не сама по себе беременность опасна, наиболее опасна первый триместр беременности, когда закладывается нервная ткань у плода. Вот здесь можно, например, отменить препарат. То есть, на самом деле, можно сделать очень и очень много чего. Поверьте мне, здесь не надо искать нейролептик, который можно принимать при беременности. Можно принимать всё, что угодно. Здесь просто врачу вместе с беременной надо очень и очень долго подумать, посидеть, всё обсудить. Вот так решаются такие проблемы, на самом деле, во всём мире. Следующий вопрос. Психвармач, уважаемый психвармач, изволи ответить, ты такой, от чего ты такой красавчик? Ну, я думаю, на этот вопрос психвармач, он мне уже сказал ответ. Он такой, потому что он очень и очень умный. Он мудрый, он многоповидавший, он знает многих блогеров, он знает их достоинства и недостатки, и нам подсказывает, когда нам это требуется. Так что он красавчик, потому что умный. Ну, а многие женщины, и многим женщинам, очевидно, что, скорее всего, женщина это нас спрашивает. Да, Наталья, женщинам очень нравятся умные мужчины. Могу рассказать, почему. Потому что женщины, на самом деле, они думают о продолжении рода. И они знают, что чем умнее партнер, тем больше у них шансов, что их потомство выживет и получит преимущество. Так что вот психвармач мудрый и кажется таким красавчиком. Следующий вопрос. Уважаемый Михаил Юрьевич, спасибо за все, что делаете для нас, за ваш труд. Мой вопрос. Аторакс и бета-блокаторы типа бисопролол, то есть имеет ли смысл принимать бисопролол, аторакс, плюс аторакс, чтобы компенсировать кардиотоксический эффект и понизить шанс аритмий и более грозных осложнений. Ну, давайте мы с вами, значит, ответим на этот вопрос. Вот многие очень обижаются. На что они обижаются? Ведь мы на самом деле, вот здесь сказано, понизить шанс аритмий и более грозных осложнений. Если вы хотите понизить шанс аритмий, то тогда ни в коем случае вместе с атораксом нельзя принимать бета-блокатор. Почему нельзя принимать бета-блокатор? Аторакс удлиняет интервал КУТЭ. А вот это на ЭКГ интервал между началом зубца КУ и окончанием зубца Т. Так вот, если у человека брадикардия, то есть сердце бьется медленно, а бета-блокаторы именно урежают число сердечных сокращений, то интервал КУТЭ увеличивается. Таким образом возникает больше, гораздо больше риск развития аритмии. Так что это никакой не кардиотоксический эффект. Так что если вы хотите вызвать у себя аритмию, то тогда лучшее сочетание аторакса бета-блокаторы. Если вы хотите избежать аритмии, то тогда, конечно, лучше бета-блокаторы в этой ситуации не использовать. Ну и самое главное, что я вам хочу посоветовать, это последний вопрос. Пожалуйста, вы просто соблюдайте инструкцию. И в инструкции, в общем, как правило, все написано. Более того, по идее, врачи, если они что-то не знают, вы же можете их направить на наш блог, потому что у нас и про аторакс, и про бета-блокаторы, я думаю, тоже найдется. Во всяком случае, о взаимосвязи между риском развития сердечных аритмей и брадикардии, которые возникают при приеме блокаторов, бета-блокаторов, у нас есть такие ролики. Так что вот на сегодня вопросы закончились. Спасибо вам, что вы задаете вопросы. Мы будем продолжать отвечать на эти вопросы. Что еще хочу вам сказать? Подписывайтесь на наш канал. Пишите нам комменты, ставьте лайки. Нам очень важно, чтобы наш канал продвигался в выдачах. Мы говорим очень-очень важные вещи, причем говорим независимо и говорим правду. Кто вам еще правду, например, про аторакс может рассказать, кроме нас. Ну и становитесь спонсором нашего канала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok